так привет друзья продолжается та же серия это будет где-то уже третий десяток фильмов зимний период 3 марта на улице снег валит как всегда когда под весну а зимой его не дождешься так теперь получается что серия это называется по-шуточному скажу лучше один раз нет не так лучше говорить чем жевать забыл как это была реклама в общем лучше один раз услышать чем сто раз увидите здесь получается мы будем не слышать и видеть тема сегодня важнейшая гибель саженцев болезни при пересадке и так первое о качестве саженца саженец выросший в холодной россии должен полностью вызреть для этого мной железом придуманы микро парнички для привитых саженцев под ними время приживления идет быстрее как бы добавляется лишний месяц для роста вот они же результат насколько это важно я хочу чтобы вы поняли дело в том что вы на вызревание требуется определенное время она высчитывается даже шутках у каждого это все вроде бы нормально но когда извините вот эти вот абрикосы были жили в виталии и это еще за что они виноваты что они потом попали постепенно на север польшу германию польшу там украину там юг россии и застряли все что пытается сделать позже не так севернее восточнее гибель 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 отсюда и вот это самое микро парнички и выращивать желательно на месте знаете это потом я уже не помню что там ниже я буду говорить вот этот самый статья была сделана несколько лет назад делалось постепенно по мере развития опыта вот лучшие из лучших остается навсегда это не просто питомник это кочующий питомник постепенно подросшими деревьями будет вытесняться но это будет тема других рассказов и так микроклимат и лишний месяц или два которые нужны для возревания южных фруктов результат видеть это в сибири потомственный садовод мой сын сергей железу это редчайший случай реальный сад плодопитомник если мои фотографии присвоили около 200 плодопитомников интернет магазинов россии это гигантский механизм который работает в холостую купил посадил топор купил посадил топор костер купил посадил топор костер вот это есть реальная вещь реальный питомник цветущие абрикосы этот снимок когда-то войдет как учебный вон они видят бутылки вообще будущее книги по садоводству теперь так я отвечал много еще больше меня спросят дальше потому что а что же у вас за климат такой это же не может быть никогда ответ иванову петрову сидорову отвечаю сад и питомник расположен в красном хуторе шушенского района краснодарского края это сибирь возле центра евразийского континента климат резко континентальный но сглаживается наличием 30 километров с ума шушенской газ то есть доля днисея незамерзающего такой а вот от 1 метров 300 500 вот там уже резко континентальный малоснежные зимы с морозами до минус 40 это именно я про свое участие говорю про свою деревню красный ход современная россия абрикосы именно в вашем округе в центре москва до сих пор жить не могли я отвечал более-менее конкретным людям в основном все сконцентрировано то что мы называем как-то школьной программе по географии я запомнил сейчас помню средний россии среди европейской низме среди нет память в общем вот эта полоса которая еще называлась по-другому транссибирской магистрали вот запада на восток будем считать что об этом месте идет речь причина и так почему жить не могли звездка агротехника по уничтожению деревьев начиная с первого года жизни и дальше даже раньше глубокое закапание косточек значит глубокое закапание косточек это чтобы сразу расшифровать потому что основание штампа оказывается под землей и через год два три может через пять деревьев погибает только в этом никто не знает в чем причина не надо было глубоко закапать косточки хотя не глубокое закапание имеет тоже свои недостатки затем уничтожение плодородия почвами лопатами ядохимикатами плюс искалеченные саженцы на стадии еще выращивания плодопитомников то есть плодопитомника вы уже получаете коллеги плюс гигантский лохотрон закупки из южной европы это да это еще кстати средняя азия и китая это смерть всего миллиона а про китай она на преувеличиваю китай у нас купал и раздавал людям бесплатные саженцы с алтайского края из приморья это было то есть я может зря сюда включил китай и так из южной европы лохотрон и средняя азия смертельное улучшение а еще раз подчеркну смерть всего миллиона из миллиона купленных смертельное улучшение кроны улучшение в кавычках якобы улучшение закармливание заливание водой опрыскивание ядами побелка а в сумме уничтожение полезнейших муравьев червей бактерий грибов об этом когда это заливают водой опрыскивают ядами вот значит еще перекапывание почвы и все это уничтожается вся пищевая цепочка от которой зависит дерево здоровье и плоды этого никто не знает еще десяток не менее важных причин я их уже обнаружил около сотни тверской области да могут расти время прошло видимо я отвечал конкретному человеку берете сотню костик из сибири с будущими плодами скромными и до мировых стандартов то есть все разнообразием они от 20 до 100 грамм гибридные это если плоды их предки жили в америке азии и европе далее метод тыка но моем саду за последние методы когда значит что будет на моем саду за последние 30 лет не вырос ни один корнесобственный или привитый абрикос еще ранее несколько абрикосов погибли ранее сгнили основание штампов из-за моей новичка дебильной посадки слава СМИ с информацией погибли из-за меня ямки для полива посадите затем зашедшие весной обычно ходит 50 90 рассадите на пологие холмы но еще раз скажу лучше не этого не делать вообще пересаживать или а так как это невозможно чтобы не пересаживать то лучший из лучших оставляйте навсегда до середины лета полейте между дождями а потом до середины больше не подходите с секаторами лопаты некоторые особенности нужно знать но уже без каторжной работы читайте смотрите на моем сайте я сейчас из принципа как рейтинг из принципа вот сейчас возьму и нажму и увидите этот сайт многие из вас новички может впервые это все вот эти вот новости сайта уникальный материал не имеющий себе равного вообще не имеющийся равного гостевая книга вот здесь такие баталии идут есть такие баталии идут как сказал наш друг Латинков Илья Алексеевич один из выдающихся современных саводоводов России вот он так сказал что гостевая книга и вообще сайт железов самый интеллектуальный в России ох я еще не все вам показал еще не все показал я обычно показываю понемножку всем понемножку всем где-то у меня вот я влез сюда как отсюда вылезти теперь так на сам сайт вернуться давайте тогда еще раз залезем на сайт вот таким образом раз я такой тупой фото галерея я уже несколько раз показывал показывать с гордостью лучший сад России вот ну вообще-то лучше не смотрите потому что не у каждого под рукой есть таблетка валюдова не у каждого жалко то есть вот это вот вот это вот мне дает основание а вы такого не увидите никогда и нигде вообще на все северном полушаде вот а здесь себе это дает мне основание учить вас друзья тех кто это видит вот к сожалению вот эти вот лучшие самые красивые фотографии вот такие вот перетекли в 200 чужих сайтов якобы это они выращивают ладно пойдем дальше итак сайт вы увидели вкусовое качество от кисто сладких гибридных потопка манджорских до сладко кислых азиатов и чисто сладких слащавых европейцев справка для неверующих мои гости десятки съемок телеканалами москвы скобках назвал написать культура красноярска кемера бакана и прочее и чаще а еще кстати шушенская санарос и чаще при подношении абрикосов вот а дальше тут видите как было написано 9 ноября понедельник шестая по московскому очередной 104 вебинар а вот когда я статью писал в ноябре значит ну несколько лет собирал данные для этой статьи так вот вчера нет позавчера это было 1 марта прошел уже 120 вебинар и на всякий случай я вам покажу как туда попадать как туда попадать вот смотрите вот смотрите вот гостевая книга вы уже поняли как туда сайт Садова до Железова наберете поисковики три слова сайт Садова до Железова и вы оказываетесь на сайте и если вот этот вебинар был 1 сегодня 3 значит следующий будет 8 может его не увидите запросите у меня с эти ссылки на прошедшие 120 вебинаров а будет после 8 марта еще 7 дней прибавляем еще понедельник следующий получится 15 марта и так далее ну идем дальше друзья вот если гора не идет к Магомету Магомет идет к горе то есть берется лучшая саженца так называемая закрытой корневой системы вот нанимается вот такой автомобиль недешевый грузится саженцы эти и едут в Красноярске так каждую весну и каждую осень надо сказать что много нет так шлеба на воду перебиваться почему вот когда вы видите 500 стоит саженец ну в этих рекламных объявлениях 400 300 200 то есть по цене бутылки водки вот видел я и по 180 и даже 150 рублей это ясно это с юга перекопщики закупает брак это брак невиданной наглости подлости и то есть то что должно было бы выкинуто там крупнейшие питомники для них это как отходы все это приводится в Россию и по 200 по 300 рублей вам продается они бы выжили бы но все равно до зимы но большинство не доживает даже не просыпается страшная картина много раз рассказывал вот эти растут эти нас прославили вот величайшая тайна для современной науки массовая гибель или болезни от посадки саженцев так называемые ГПЗ гепатогенные зоны или по простому гиблые места справка ГПЗ это губительное излучение из трещин земной коре вот это вот результат я белокатышек я владею рамками и для меня установить связь между плохим самочувствием дерева вот ранней гибелью и этим самым гибельным излучением это такая же простая вещь как для вас градусником померить температуру или этим самым прибором померить давление вот так же легко и просто вот это конкретные примеры вот что интересно да дерево насильно посадили непригодное место оно все равно хочет выжить но как видит чувствует что ему не выжить и тогда дает быстрее дать потомство глядишь вот косточка с этого плода продлит рот или этого вот одно из гепатогенных зон а это я лучше прочитаю не знаю почему в месте гибели уже трех саженцев разлеглась собака я сам удивляюсь но для людей кровать в этом месте оказалось бы смертельной за считанные месяцы ну может годы вот я потом мерил рамками и даже проводил так называемые тренинги то есть сильнейшее страшное место вот это вот и рамки бешено вращаются в этом месте извините что отвлекаясь но все люди планеты должны знать что благодаря ГПЗ гепатогенным зонам на дорогах и в собственных постелях количество болеет и умирает миллионы людей ГАИ в отчаянии сам общался с ними не зная природы ГПЗ поставили предупрежающие плакаты на безопасной вроде бы дороге где регулярно разбиваются машины вот здесь бьются вот чуть дальше туда бьются 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 про ГПЗ ГАИ ничего не знает я разговаривал с ними горькое это кто станет снижать скорость глядя на этот плакат ну кто чистейшая дорога а машина бьется у людей сносят крыши не у всех есть такая порода людей но это тема другого разговора релиф местности левая и правая часть местности по-разному освещены и обогреваются солнцем на неделю две в разное время зацветут плодовые деревья это очень важно по-разному они подвертся заморозкам в один год повезет одному может будущему левому саду другой год наоборот выводы делайте сами видите вот сюда и сюда посадите те же абрикосы если и те и те и они будут расти в разных условиях вот это я обязан расшифровать этот склон более выжжен как бы солнцем солнце значит солнце больше сейчас дня вот так вот бьет справа налево под углом и получается более тупой угол атаки солнечных лучей лучше прогревается а раньше просыпается все прекрасно и казалось бы ну замечательно это как бы переехало на 200-300 километров на юг ага и раньше и раньше это зацветет раньше попадет под возвратные заморозки вот такая друзья ну как бы назвать то такая жизнь тогда получается хорошо бы и тут посадить абрикосы а здесь холоднее потому что здесь солнце состояние вот с правой стороны тогда получается здесь лучи вот сюда то не бьют а туда где справа часть склона очень удачный снимок видите они меньше обогревают тут дольше лежит снег здесь чуть-чуть влажнее видите меньше трава высохла все хорошо но может не хватить до зимы времени на возревание а это как бы кому я там отвечал жителю Твери кажется тогда получается что его вот эта часть если бы он на таком склоне садил 200-300 500 км как бы севернее вот так но может оказаться что вот если взять и тут и тут посадить и сравнить здесь то получается свои проблемы здесь свои но какие то годы здесь на правом участке от нас если смотреть в правом склоне цветы будут и все-таки урожай будет тогда когда заморозки уже пройдут а цветочные плодовые почки на на правом склоне просто-напросто не успеют раскрыться видите как если тень седовода смотрите внимательно мне прислали удачи сима как мне тут можно садить а он мне не написал сейчас утро или полдень смотрите если сейчас утро да прекрасно выбрал место если сейчас утро пусть утром солнце лучше скользят и не сильно греет но пройдет полдня и солнце будет слева бить согласны тогда удачно а если сейчас он фотографии делал этот товарищ в полдень то получается в полдень скользят лучи и плохо греют а то что утром будет лучи бить слева ну извините от этого они еще холодные от этого толку мало то есть мы говорим южный склон северный склон нам надо чтобы он был южный или западный а еще лучше юго-западный а теперь я как я человеку объяснял если тень садовода покажут утро то через полдня холм будет максимально прогреваться как на юге и наоборот если сейчас на вход обед то саду на холме не повезло он как бы переехал на север на сотни км а ведь мы пытаемся вырасти чисто южные сорта а вкусненького захотелось как правило это не учитывается при приобретении дома или дачи вот это вот плохо проходили географию плохо изучали угол падения района углёт разжаяние вот школа большинство школьников твердые троечники самый теплый склон когда солнце после полудня максимально обогревает его вот это мой участок слева мой сад питомник справа соседский участок на котором я посадил эти деревья а потом за полмиллиона выкупил вот кусочек так вот этот завод это саймский алюминиевый завод где я работал много лет до пенсии находится в голой промороженной степи в озере садогорска здание с северо-запада вот с севера подчеркиваю запад это часть сада посаженного моими руками из моих саженцев груш получилась тепловая подушка давайте на нее посмотрим почему у меня ничего не погибает почему сюда возят министров капиталистов и они пробуют мои груши ищут когда я здесь прежним директором разработал проект это не только часть сада чтобы доказать и директору нужно доказать что это самый чистый сад на планете а мне нужно было доказать что здесь голые степи где каждый год температура за 40 а тут есть рядом справа это продолжение здания тут есть это табло вот на табло я видел самую низкую температуру минус 47 но бывало наверное но это же как сказать это не значит что я всю ночь температуру каждый день видел тем более пенсионер вот я пенсионер уже будучи посадил этот сад и назвал тепловой подушкой почему прекрасно обогреваемое помещение дает несколько градусов тепла раз солнце бьет откуда с юга повторяя это северо-западный здание со стороны северо-запада и вот эта тепловая подушка сделала вполне комфортное существование крупных вкусных груш в частности в данном случае сохранность сохранность дернового слоя четвертый пункт все еще в ходу уничтожение дернового слоя почвы с гибелью всей экосистемы червями муравьями грибами и прочим это абсолютно ненормальное состояние всего садоводства России вот настолько красноречивый снимок даже не хочется говорить что туда проникает мороз я вам этого не говорил сами догадались вот что это дерево оно настолько ему плохо вот никто не знает про эту цепочку муравьи черви грибы бактерии что все что под землей это единая система экологически желательно нетронутая вентиляция аэрация канализация то что вы видите это очень плохо вот это искусственная среда причем настолько неблагоприятная как если вас это самое можно жить даже не в землянке потому что в землянке это утепляется так друзья сейчас еще один момент посадка на холмы хотите иметь здоровые деревья сажайте их на искусственные удобренные по краям холмы вот это лично я рисунок такой рисовал когда-то для книги вот вот так он должен если уже удобрять то по краям вода должна стекать туда куда уйдут кончики корней вот поэтому природа предусмотрела этот способ вы скажете где вы видите чтоб на холмы садились в природе деревьев деревья холмы выращивают сами это тема другого разговора на бывшем картофельном поле это выглядит так тот же холм но мне когда-то пришлось сдавать экзамен вот когда был 119 по-моему или 120 вебинар я как бы сказал я сейчас раз меня назвали учителем учителя должны время проходить как бы назвать то это аттестацию то есть перепад то есть доказывать постоянно что они имеют право учить вот я взял за основу вот это первый снимок а потом по годам это была весна 15-го года а потом 16-й год деревья растут 17-й без полива без одобрения без опрыскивания без ничего без секатора потом 17-й год 18-й 19-й и апофеоз 20-й год это сам 2-3 человеческих роста все в плодах все это на вебинарах показывают причем там есть и даты и ясно что это тот же сад и без обмана потому что это самое реальные снимки его но начинается все вот так шестое нетронутая почва важнейшие условия здоровья и развития дерева это сохранение всей подземной готовой инфраструктуры почвы с аэрацией канализацией и водоснабжением поняли сейчас отключится как он называется отключится отключится видеокамера поэтому я заканчиваю именно этот кусочек разговора посмотрите как сажается саду железа почвы не тронут это святое все друзья теперь мы поговорим уже в следующей серии не забывайте ставить лайки как сейчас принято говорить какое все все во во в в